В субботу 21 апреля погода в Москве и Подмосковье резко ухудшилась. На регион обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни, пурга и град. По последним данным, из-за непогоды пострадали 8 человек, среди них один ребенок. Троих человек госпитализировали с травмами средней тяжести. В нашем округе один погибший. Трагедия произошла в поселке Карда-Лента. Предварительно установлено, что при подготовке к строительным работам на поле были установлены бытовки одна на одну. И 21 апреля во время сильного порывистого ветра снесло бытовку и она упала на мимо проходившего мужчину. К настоящему времени назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью точного установления причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В воскресенье в регионе продолжалась ликвидация последствий прошедшего урагана. На территории области убрано свыше 450 поваленных деревьев, сообщает Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Также стихия повредила 11 дорожных знаков и два автобусных павильона. Большая часть повреждений зафиксирована на западе области. В мытищах размах стихии был менее масштабным. Ураган этот был для нас не самый сильный, как он, допустим, где-то был в других местах, как в Новой Москве. Ну, и еще надо сказать, что у нас экзамены на ураганы уже были. Это зимой, под этой тяжестью снега и ветровая нагрузка. Это был ураган прошлого года, в конце мая. У нас вообще-то ни одного дерева в местах общего пользования, ни одного дерева не упало. Несколько деревьев упало только при домовой территории. Но я могу сказать, почему у нас такой результат, что мы на протяжении последних 12 лет в городе делаем планомерную выпиловку деревьев, которые уже отжили свой век. К работам по ликвидации последствий урагана на территории Московской области было привлечено свыше 170 дорожных рабочих и более 70 единиц спецтехники. Напомню, 21 апреля был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра в этот день достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений. Анна Раченкова, Олег Степанов, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин